добрый день уважаемые зрители подписчики сегодня я заехал в соседний городок новый ульм по сути гор новый ульм и ульм слиты вместе разделил их свое время наполеон так ли это было или нет я точно сказать не могу но официальная версия такова я решил вам показать сегодня одну патогенную зону они мне рассказал один из подписчиков именно в этой зоне он попал однажды странную аварию двигаясь вот по этой дороге его машину выкинула на обочину где стояли другие машины и он их естественно собрал объяснить ему здесь никто ничего не смог приехавшая полиция посадил его в такси отправила домой перед вами так называемый отель и ресторан ремер вилла римская вилла я его называю домик с привидениями рядом с ним расположена вот такая вот удивительная скульптура внизу расположен гранитный диск состоящий из четырех частей а сверху к нему приделана вот такая вот странная странная фигура из нержавеющей стали вот это будет по сути наш первый пункт отсчета в этой патогенной зоне вот картинка которую предоставил город новый ульм история города как вы видите слева вот здесь вот идет крепостная стена эта часть фортификационного сооружения которое мы называем крепости звезды вот эта часть была построена начиная с 1844 года и вот спустя много лет в 1919 году это уже начало 20 века здесь построили вот это вот виллу построил фабрикант по фамилии ремер долго здесь не прожил и в 1923 году он эту виллу продал сейчас здесь находится отель и ресторан посмотрим на плане города вот это вилла и вот мы дальше видим фортификационные сооружения которые идут вдоль границ города но нас интересует здесь сооружение номер 31 это так называемая водокачка и к ней мы пойдем вот фабрика бывшего фабриканта вот так это здание выглядело в далеком 1956 году ну а рядом находится еще вилла грик и 1952 года это заезд к самой вилле вот мы видим идет крепостная стена нас интересует вот этот серебристый шарик и он-то якобы водокачка с этой стороны мы видим тоже часть бывший крепостной якобы стены бойницы практически на высоте дороги истина была здесь в этом месте разобрана ознакомьтесь с официальной версии вот так вот это сооружение должно было бы выглядеть в момент постройки в 1850 году то есть строились 1844 по 1850 это часть крепости звезды он которая состоит из четырех контурах вот этот второй контур и мы сейчас находимся с вами вот здесь вот примерно вот так это вид выглядело все покрупнее вот этот исторический снимок 1906 года строили строили в середине 19 века а в 1906 году управа решила снести часть стены если рассмотреть этот момент немного поближе то мы видим что рабочие тут разгребает кучу какого-то мусора на снос это как-то особо не похоже и вот наша водокачка якобы водокачка стоит здесь а годом позже рядом сделали вот такой замечательный снимок все чисто и очень-очень красиво римская вилла это интересно какая там энергетика внутри этого здания вот он вход зайти сюда как-нибудь в ресторан и посмотреть как-то выглядит внутри ну и так перед вами скульптура автор этого чудо шарика вальтер царь шик не знаю кто это был создано это произведение было в 1973 году и стоит она в самом начале канала который идет вдоль бывшей крепостной стены рядом с которой расположены вот такие вот очень красивые старые виллы вот возьмем поближе кто-то может отсканировать qr-код и ознакомиться с описанием этого памятника поближе если это ему будет интересно проход через крепостную стену пруд плакучие и вы как обычно и давайте обойдем вот этот вот шарик вокруг но здесь видно что как бы слиты 4 сферы между собой что художник и автор скульптор ли как его назвать хотел нам это как хотел нам это преподнести и что он имел ввиду на самом деле старя по этот монумент нам неизвестно вот прудик небольшой закругленный все в кувшинках осень немецкая сегодня у нас уже восемь градусов хотя буквально недавно было плюс 21 я обхожу вот этот вот чудо-монумент чтобы его можно было смотреть со всех сторон иногда некоторые вещи с одной стороны не видны но зато их можно увидеть с другой стороны просто направив свой взгляд несколько иначе как вы заметили четыре полусферы слитые между собой видно это практически с любой из сторон вот такой вот красивый круглый прудик и прямой канал но вот это надо уже смотреть сверху используя воздушную археологию осматривать всю эту композицию виллу которая стоит здесь ту новую скульптуру которую я показал в начале вот этот шарик канал крепостную стену ну вероятно здесь какой-то будет интересный архитектурный ансамбль вот этот пристройка к вилле рядом вилла грик я вам уже показал 52 году как она выглядела вот пристройка здесь был вероятно летний ресторан сейчас все закрыто висит вот такая вот надпись осторожно собаки ну так как здесь забор отсутствует я думаю что здесь собак нету и мы немного пройдемся сюда такие вот красивые клёны странно посаженные но от меня заинтересовал вот этот вот фонарик начинаем показывать прям снизу на 4 рожка и посередине центральный светильник ну это уже пластмасса новодел но выполнен в таком стиле под старину ну как обычно у нас всегда везде один карга культ я подошел крепостной стене вот как обычно не захватил свой штатив удлинитель здесь вот ворота что за ней у нас видно замочную скважину просвет проход между стенами арка проложена два кирпича шириной такой вот красный кирпич старая крепостная стена бойницы на высоте что отстреливается не так уж удобно но внутри какой-то внутренний дворик с какими-то сводами туда нам навряд ли удастся попасть вот стена посмотрите как по такой длине можно было так качественно эту стену выложить бойницы закрыты решетками чтоб туда никто не лазил и сверху свисает обычный зеленый плющ вот еще одно старое дерево возраст определить сложно но я думаю что не меньше ста лет ну вот он и сам коварный участок патогенной зоны вот стоят машины припаркованы вдоль дороги и проезжающую мимо машину может просто выбросить в сторону местной полиции место это известно и на вызовы они реагируют как обычно просто рутина вот место где стена была разобрана как видно часть идет дальше здесь проем сделали под дорогу но вдали в тумане виднеется вершина собора мюнстер это у нас железная дорога железнодорожный мост туннель под ней и нам надо сейчас вот туда сторону от этих старых зданий ближе к водокачке вот здесь вот продолжается оборванная стена и здесь написано что это проход для экскурсии по этой крепостной стене давайте вот этот насос посмотрим давайте посмотрим поближе перед нами сам насос фланец входной открытый примерно на 300 миллиметров дальше переходник с 300 на 200 заходит насос электромотор должен все это дело вращать насос должен качать и вода должна подаваться дальше муфты интересно что рама на которую установлен насос и мотор сдвинута очень-очень интересным образом фундамента так точно бы насос с мотором не установил тут уже наверно покопались черные копатели пытались наверно снять медные обшивки но ничего здесь подключение электромоторчика посмотрим заводскую бирку бариши электро тетс вверх лонс ход я даже не знаю где это номер мотора стоит 29600 год выпуска не указан напряжение 380 вольт 220 вольт ампера 65 113 ампер мощность 45 ps лошадиных сил и работать должен на 950 оборотах 50 пир секунду это я не знаю что это такое больше к сожалению ничего на этом памятнике не написано ну то что рама мотора сдвинута сундамента вот это вот уже интересно специально это прикрутили или так было задумано вот вам пример интеграции нового здания в остатке до потопного вот я и подобрался к цели с его сегодняшнего осмотра вот этой вот якобы водокачки вот вершина как-то очень сильно смахивает на планетарий давайте почитаем что тут официально нам пишут по официальной версии снимок 1903 года как видите никаких деревьев на крепостной стене нету их только еще высадили а вот так мы наблюдаем сейчас крепостная стена превратилась в джунгли ну и так официальная версия водяная башня строилась с 1898 по 1900 год и 24 октября 1900 года была введена в эксплуатацию высота башни 47 метров и стоит она на основании бывшего склада с порохом замечательно в 1953 году тут немного устраивали реконструкцию пристроили лестницу и в 1964 году этого докачка была выведена из строя больше на воду не качает и вот так вот теперь здесь проводят детские праздники начиная с 1997 года но детишкам именно здесь есть где повеселиться раздолье рядом вот электронная электрическая будка дальше забор отгораживающий железнодорожное полотно железную дорогу и вот ходите детишки веселитесь лезьте на эту башню с античными надписями с фазоинверторами и всем прочим и вдобавок с планетарием на крыше и развлекайтесь ну походим вокруг посмотрим и так официальная версия внизу раньше располагался пороховой склад потом на кого-то снизошла идея а давайте-ка мы наверх на этот склад пристроим водокачку высотой 47 метров и начали они это дело все строить пойдем по кругу посмотрим интересные сликовые сливы из гранита этот на водокачке так устраивали ну как видно идут заземления это как обычно вот по крыше этой пристройки порохового погребка и идет наверх на самую вершину к шпилю этой водокачки я вот этот конструкция напоминает не чем-то церковь но такую как бы плавающую церковь похоже чем-то по конструкции на корабль в нижние казематы что там у нас темноте то спрятано а это какая-то сливная труба или вентиляция здесь можно подняться на крепостную стену и пройти вот так вот по ее вершине детская площадочка все-таки здесь есть но опять если мы снова посмотрим как стоит башня как стоит самая высокая башня мюнстера который отсюда тоже видно они стоят на одной линии они стоят на одной линии могут являться частями одного комплекса залезть сюда не удастся вовнутрь все двери закрыты вот это над насыпь делали явно позже засыпая что-то кирпичи тоже видно что ново отдел здоровые большие но здесь вот со всех сторон практически по кругу осмотрел это здание облицовка стены тоже видно новое зайдем глянем здесь какая-то капуста растет не знаю что это что у нас здесь а здесь у нас узкий узкий проход и куда-то идет это все дальше но дальше чего-то я почему-то ничего не вижу подсвечу ну там дальше пройти нельзя здесь закрыто я не думаю что нужно было строить именно такое здание именно такой конструкции под водокачку интегрировать его в старый склад пороховой а потом показывает что да это была водокачка но в 1964 году мы решили ее закрыть вода городу не нужно откуда берем неизвестно а вот эту так осталось как бы сооружением но явно здание было предназначено абсолютно для чего-то другого как вы видели на фотографии вот от 1903 года стоит рядом вот этот домик я не могу взять с того ракурса как был сделан снимок которую видели сзади меня к сожалению застроена уже новыми постройками ну вот примерно пытаясь показать картину старое здание его докачка как в далеком 1903 году на этой стене видно остатки арочных пролетов которые заложили кирпичом и заделали вот такой вот битой плиткой на очень слабым глиняном растворе но держит держит явно держит поближе посмотрю песчаник и встроена все это сюда и вот такие массивные хорошие деревянные ворота с такой сказочной ручкой но заперто опять же смотрите на петли эти двери весят прилично обнаружил такой вот интересный камень видно что табличка повреждена табличка вероятно может быть из мрамора но если посвятить то видно надпись 1901 или 19.01 дальше как-то уже не читаем а что было здесь середине не ясно вот такой вот надгробный камень якобы что этот за дерево я даже не знаю но куча стволов идет из земли какая вот странная такая лиственница именно в этом месте остальные деревья тоже примерно в районе 100 лет может быть после того как по докачку построили их посадили вот интересные такие елки одно достаточно старое дерево достаточно толстая вот с такими вот интересными выпуклыми шишками какое-то старое здание из него сделали электробудки я иду вот эта странная конструкция которая меня заинтересовала портал в никуда такие конструкции обычно бывает на кладбище тут почему-то ничего не видно ни надписи ни табличек ну вот кот тут пришел жрать хочет нечего тебе дать кошара вот с собой я жатву для кошек явно не воду а ты тут походу местный ну чё расскажешь как в патогенной зоне то живется чё не кормите тут хозяева да голодный ты да явно нет у меня нифига уж новострию иди куда тебе там надо вот такой вот немецкий код я ознакомился с территории просмотрел сверху что же здесь может быть и так выяснилось если я провожу прямую от мюнстера от собора вдоль водокачки и уважаю дальше южнее то прямая указывает на место недостроенной развязки красная стрелка указывает на место где развязка не была достроена синей полосой со стрелкой внизу я указал направление дороги как ее планировалось построить синяя полоса со стрелкой верхом указывает направление дороги как ее все-таки построили чтобы построить эту дорогу понадобилось выкопать два туннеля и построить один мост гораздо рентабельнее стоило бы построить дорогу так как ее планировали строить изначально а причиной для изменения планов строительства могло послужить лишь препятствия находящиеся на этой линии под землей патогенная зона возникла в месте разрыва контура крепостной стены крепости звезды стену разбирали в этих местах не случайно делая обрывы в нужных пунктах защита в местах обрыва срабатывает до сих пор и способна сдвигать автомобили в сторону по непредсказуемой траектории а водители попадающие в дтп в местах разрыва крепостной стены которые образуют патогенные зоны не в состоянии объяснить случившееся хотя контур несмотря на обрывы до сих пор не утратил своих защитных функций рядом расположена старая ель как видим конструкция имеет следы нагара который поленились очистить и отмыть качественно сверху приделали надпись 1910 это так типа это было тогда вот такой нагар отлично видно даже видно оплавление в камнях куда делась остальная часть забора не ясно итак заходим проходим эту арку отправляемся в 1910 год вот я здесь ушел на 112 лет назад опс а тут все современные пакетики мусорные для какашек собачьих описание что здесь можно делать что нельзя и пешеходная дорожка ну все буду на сегодня заканчивать мы посмотрели водокачку мы осмотрели патогенную зону я еще посмотрю сверху как связан мюнстер и эта башня что находится на одной прямой с ними еще помимо того что здесь построена ну неспроста неспроста здесь происходит авария у меня кстати у самого тут авария была 2013 году но с другой стороны стены не здесь где она начинается а туда где она кончается на кольце меммингенстрасс тоже авария была непонятная машину разнесли я вышел из нее но так и никто не мог объяснить почему авария случилась именно в этом месте ну все на сегодня хватит удачи вам пока счастливо поделитесь этим видео с близким человеком на это все жми колокольчик чтобы не пропустить новые видео пишите комментарии и читайте комментарии там иногда умные люди пишут умные вещи всем добра